Урал-контракт нефть. Свобода передвижения. Сегодня в программе. Перескочил через рельсы на Островского со стороны банка. Ситуация, когда можно, но не нужно. Как правильно повернуть с Фрунзе на Оплетино? Будьте внимательны. И что сделать, чтобы дольше сохранить резину в целости? Поведаем в рубрике «Автосервис». Расскажите правила проезда перекрестка Островского-Ломоносова со стороны банка. Я перескочил через рельсы, сотрудник ИБДД посчитал, что я выехал на полосу встречного движения. Так ли это на самом деле? Телезритель наш спросил, можно ли его подвергнуть наказанию, если он со стоянки у налоговой инспекции сейчас переехал трамвайной линии в сторону перекрестка Островского и Ломоносова. Вот как сейчас это делает водитель 2АЗ-2107, можно ли за это его наказать? В принципе, ничего не нарушает. Единственное, все-таки, скажем так, весной и потом и летом трамвайные линии здесь не обустроены для движения автотранспорта через них. Вот это говорит о том, что здесь нет движения вообще-то. Трамвайные линии, по крайней мере, не обустроены. Сейчас мы направляемся к рудоуправлению. Вот у нас Фрунзо-Оплетино, перекресток, который располагается за перекрестком Фрунзо-Черных. И вот как раз сейчас хорошо показываем знак движения прямо. В отличие от проспекта Лениново-Пассажа, там он действовал между перекрестками. Этот знак действует на перекресток улиц Фрунзо-Оплетино. То есть водители обязаны, его соблюдая, проезжать в прямом направлении. Ну вот как раз сейчас мы с вами видим, как нас водители нарушают требования дорожного знака. Если водитель управляет им, не включив проблесковые маячки синего цвета, это не дает ему права отступать от требований данного знака. Чтобы повернуть на Оплетино водителю, следует, раз мы прямо проехали, на Фрунзо развернуться, выбрать для этого места благоприятную ситуацию для разворота транспортного средства, а потом уже спокойно с Фрунзо повернуть направо, на Оплетино. Чтобы повернуть на улицу Оплетино с Фрунзо, необходимо проехать перекресток согласно знаку, развернуться в удобном месте и продолжить движение. Как правило, развал схождения делают при переходе автомобиля с летней на зимнюю резину и наоборот, а также после ремонта ходовой части автомобиля. Это позволит вам избежать износа резины в кратчайшие сроки, а также при движении ваш автомобиль не будет тянуть в правую или левую сторону. Задать вопросы автоэксперту и посмотреть все выпуски программы вы можете на сайте www.tagildefiz.tv.ru Накопительная бонусная карта «Уралконтрактнефть» – это уникальная 10% скидка до 300 литров бензина в год бесплатно. Чем больше вы заправляетесь, тем больше вы экономите. Спрашивайте на автозаправках и в офисе компании «Уралконтрактнефть». «Уралконтрактнефть» – все виды нефтепродуктов оптом и в розницу. Субтитры создавал DimaTorzok